Девушки отдыхают Она режиссер и сняла довольно много фильмов, принимавших участие в различных фестивалях, как в Украине, так и за рубежом. Очень интересно встретить писателя-режиссера. На мой взгляд, это совершенно разные ипостаси. Давайте сначала спросим именно об этом. Ирочка, если бы украинский кинематограф дожил бы поэтически, классически, до сегодняшнего дня вы были бы просто его символом. Поэтическое кино. У вас любой фильм очень поэтичен, и любая ваша поэзия или проза — это кинематограф. Со страниц всё видно. Иногда мне кажется, что вы, скажем так, снимаете свой шедевр, и вдруг раз, взяли какой-то лист и записали какие-то строки. И наоборот, когда писали что-то, какую-то проза, думаете, секундочку, это нужно экранизировать. Чего у вас больше, кинематографа или литературы? Кто вы вообще? Этот баланс, он постоянно ощущается. Чего у вас больше? Ну, так исторически сложилось, что я такой двуликий янус, который балансирует между кино и литературой. То есть я прав? Ну, конечно, некоторая правда формация, она существует, ведь когда пишу что-то, я всё равно вижу то, о чём пишу. Что касается поэтическое кино, то не уверена и даже не знаю. Возможно, этот ярлык кажется мне слишком тревожным. Знаменитое стихотворение о двоих, которые идут и так далее. Оно стало символом вашего фильма. Вот почему так? Поэзия и кино, они как-то идут у вас вместе, их нельзя отделить. Вы кинематографист в литературе или литератор, который снимает фильмы? Ну, трудно сказать, на самом деле неизвестно, что было первым, курица или яйца. Потому что, хотя нет, знаю, что было первым. Первым были стихи, которые я начала писать лет ещё в девять. Конечно, они были совсем слабые какие-то. Вот как Цветаева говорила, что плохими стихами надо переболеть, как ветрянкой в детстве. Вот примерно такая история и была. О режиссуре и о кино я и не думала до определённого момента, потому что мне казалось, что вот в жизни есть литература, а то, что в жизни может быть ещё и кино и что-то... О режиссуре я не думала, а потом всё это как-то... Оно на самом деле хорошо сочетается. Со временем на первый план выходит кино, порой литература, порой они пересекаются. На каких этих точках пересечения образуют ещё что-то там новое? Поэтому не знаю. Так и живу. Ну и возвращаясь снова к теме кинематографа. Обязательно нужно спросить, знаете, режиссёры, а перед нами режиссёр, не только поэтесса и писательница. Режиссёры, они видят мир совершенно иным образом. Мне пришлось с ними общаться. Давайте спросим, как писатель видит ситуацию в украинской литературе? И то, что сейчас происходит на съёмочной площадке украинской литературы, на мой взгляд, это совершенно уникальная ситуация. Собственно, все знают, у нас в Украине точно литературный круг каждое поколение отвергает предыдущим. Этот конфликт между генерациями писателей, он существует, и слава богу, вашей литературной мамой, как известно, определённым образом стала Оксана Забушка, представитель, скажем так, взрослой и серьёзной писательской элиты Украины. Там немного имён. Так случилось, что и знаменитый гимн, можно сказать, «А то, возвращайся живым», который пели сёстры Чельнюк, тоже фигуры известные. Это всё определённым образом произошло благодаря Оксане Забушка. Вопрос. Как вы чувствуете себя среди поколения метров литературы? Вы молодая, довольно известная и довольно плодотворная писательница, но всё же, это у нас какая-то литература уже почти классическая, и вы, как вам среди великих? Вы знаете, мне, в принципе, не свойственно ставить кого-то на пьедесталы, но у меня первая книга вышла 10 лет назад, впрочем, я до сих пор чувствую себя новичком. И мне нравится это ощущение, потому что, по большому счёту, мы все продолжаем учиться, несмотря на то, сколько там книг у нас вышло и каких результатов мы достигли. И я чувствую себя на том этапе, когда многое ещё впереди. И, по сути, это ощущение диалога с коллегами, которое значительно круче, возможно, чем ты. Ну, это всё в любом случае, диалог с коллегами, он очень важен. Я весьма рада, что среди украинских писателей есть, как минимум, несколько таких человек, мнению которых я доверяю. Опять же, не каждое мнение со стороны стоит принимать близко к сердцу. Но есть люди, которым я охотно покажу свои рукописи, выслушаю внимательно, что они мне скажут, прислушаюсь к их критике. Вы знаете, мой собственный личный жизненный опыт подсказывает, что наиболее крутые личности в кино, литературе, по крайней мере, те, с кем я пересекалась, это, как правило, очень простые люди. И чем круче они, тем проще в личном общении и со своими коллегами, и считателями, и так далее. И поэтому я очень рада, что работаю именно с такими людьми. Меня судьба в последнее время много с кем сводит. То есть это люди, у которых тебе есть чему учиться, и не только в профессиональном плане. Это еще какие-то уроки из жизни, уроки добра. Возможно, это звучит слишком пафосно, но тем не менее, я наблюдаю, конечно же, за людьми вокруг, делаю собственные выводы, но и… Короче, не страшно. Можно набрать и сказать, Оксаночка Степановна, я здесь стишок написала, но мне не нравится концовка. Послушайте, ничего страшного. Ну, это срабатывает. Ну, на самом деле, странно. А зачем создавать такие пьедесталы, ставить на них там, ну, даже… Короче, я уже запуталась. Литературные супруги в Украине не единичны. Есть и семейство писателей и династии. Эмуж Ирины Цилык – писатель. Писатель Артем Чех. Дело в том, что этот писатель, который никогда не служил, он ушел в армию, он ушел на фронт, он был в окопах, он писал там книгу. И как все это повлияло на творчество самой Ирины Цилык, мы сейчас узнаем. Ири, ну, вот это знаменитая история. Писатели поехали в освобожденные районы Донбасса. Великие писатели поехали в тур. И там вы просто встретились с человеком, который там служил, с вашим мужем, который был там, на войне. Как по мне, это готовый сюжет для художественного фильма. Расскажите, пожалуйста, об этом. И вообще расскажите о вашем литературном семействе. На самом деле, эти наши романтические свидания в прифронтовой зоне, это была достаточно сюрреалистическая история. Их было несколько. И да, в частности, у нас был литературный тур, по которому мы все вместе поехали туром по Украине. Просто у нас две книги. У него своя, у меня своя. Вышли одновременно. И мы объехали 27 украинских городов за полтора месяца. Ну и вот так вот в Северодонецке одним махом встретилась с мужем. Ну, конечно, это сюрреализм. Но это все странно. Война в нашей стране. Это странно. На самом деле, уже четвертый год идет она, но я до конца не уверена, что я к этому привыкла. Мы все изменились. Мы не можем быть теми людьми, какими мы были до того. Мы не можем писать так, как писали до этого. Знаете, у меня как-то было выступление в Берлине, и там одна журналистка спросила, говорит, вот вы, украинские писатели, вы понимаете, что вам война дала на самом деле много вдохновения и материала, как бы это цинично ни звучало. И у меня первая реакция была, да ну что вы. Но в какой-то степени это правда, потому что война переворачивает все. И делать вид, что ты в таком белом пальто, и как-то тебя это не касается, просто это как-то не получается. Я не говорю, что поэты, прозаики что-то кому-то должны и обязательно должны об этом писать. Но на наших глазах наша реальность полностью меняется, и не говорить об этом — это невозможно. Что мне кажется, что именно поэзия — это один из самых уместных для этого жанров, для такой реальности. Потому что проза, она все же требует дистанции. Писать о том, что с нами произошло, для этого надо отойти. Если ты видишь крупным планом, ты не можешь объективно написать обо всех этих событиях. А поэзия, она останавливает мгновение. Она консервирует какие-то эмоции, потому что мы очень быстро меняемся сейчас. И стихи как раз дают какую-то особую территорию свободы. Мне кажется, для того, чтобы в принципе говорить об этом. А Чех, он там с планшетом, какие-то были записки, заметки в манжетах, он там себе фиксировал то, что видел, то, что проживал. И вот, наконец, у него вышла книга «Точка ноль», которая лично мне кажется достаточно честной, лишенной любого ура патриотического. Это, собственно, и не о войне. Война там декорации. А сама книга о человеке, который оказывается в этой абсолютно абсурдной реальности, когда ты должен просто сам изобретать какие-то правила игры. Да, власне, вона и не про войну. Война там декорации. Это книжка про людину, которая вот опинилась в этой абсолютно абсурдной реальности, когда ты мусишь просто сам вы находите какие-то правила игры. Спасибо. Я только одно хочу сказать, обещаю всем, кто нас смотрит, однажды здесь в «Переклете» вы обязательно увидите мужа, Ирины Цилык, писателя Артема Чеха. Обещаю. Вы знаете, возможно, я ошибаюсь, хотя я так не думаю, но все больше становится заметной пропасть. Да, именно пропасть между старым поколением, довоенным, больших украинских писателей и послевоенным поколением молодых упорных фронтовиков, фейсбучников, блогеров и тому подобное. Что я хочу сказать. Ирина Цилык не единственная украинская молодая, она очень молода, поэтесса и писательница, которая очень легко, естественно и красиво вошла в довольно закрытый клан крупных украинских профессиональных писателей. Вот об этом мы ее сейчас и спросим. Ирина, ну и, наконец, я должен расспросить. Это уникальный случай, когда профессиональный режиссер, который должен видеть ситуацию немного сверху, который знает ситуацию изнутри. А вы бываете на разных читательских конференциях, форумах, издателях и тому подобное. Бываете в Европе довольно часто. Вы бываете в украинских городах. Как режиссер, какая сейчас ситуация на съемочной площадке украинской литературы? Что происходит вообще? По вашему мнению, что будет дальше? Мы все это видим, но пока, возможно, не можем все это передать. Мы не режиссеры. Пожалуйста. Ну, режиссер, не режиссер, я так же не могу быть объективной. Тем не менее. Я бачу литературный процесс крупным планом. Честно говоря, я вижу литературный процесс крупным планом. Но все равно, уже вблизи. Но мне нравится то, что происходит сейчас с этим процессом в Украине. Посмотрите, много новых издательств в Украине. Новых, действительно крутых, конкурентоспособных изданий. Фестиваль, конференции, пересечение людей, имен. Много приглашенных авторов из Европы. Я действительно за последние два года имела много возможностей путешествовать. И были разные выступления на разных книжных ярмарках в Европе и Украине. И знаете, что мне нравится? В Украине сейчас многие, по крайней мере, поэты, начали чувствовать себя такими рок-звездами в литературе. Поскольку то, что происходит сейчас с тем же Жаданом, который собирает тысячные залы, это что-то совершенно нереальное для Европы. И это очень интересный контраст. Мы постоянно говорим об этом с коллегами из других стран, из Центральной и Западной Европы. Там поэты, например, достаточно хорошо поддерживаются государством. Они имеют какую-то грантовую поддержку. Но они одиноки. Это нечто элитарное. Этакие маргиналы. На них там приходят, как они все в один голос говорят, максимум 10 человек. В Украине совершенно другая ситуация. Я постоянно вижу это собственными глазами. Люди начали ходить. Притом люди, которые раньше были далеки от этого. Вот мы постоянно убеждаемся, когда едем на восток, на юг, огромные залы по пять сотен человек. Это новые люди. Они ершисты, они насторожены. Они не знают, как реагировать, но они приходят. И мне кажется, что эта потребность в диалоге сейчас очень ощутима. Потому что у нас у всех, и тех, кто сидит в зале, и тех, кто там со сцены выступает, у нас у всех сейчас слишком много вопросов. И мы ищем ответы. И поэтому просто хотелось бы, чтобы этот диалог продолжался. Чтобы все это приобретало каких-то новых форм. Чтобы мы выходили на новые уровни общения. И чтобы украинская литература двигалась, росла, крепла. И мы вместе с ней. Спасибо. Знаете, молодежь — это всегда оптимизм. Это всегда прекрасно. Спасибо всем. Я Андрей Алёхин. Увидимся.